Итак, браты, всем здравия! Мои имя Курбан, я сын Эльмара и Джерен. Это имена моих родителей. И во время своих лекций я уже за многое время привык представляться именно так, потому что родители для меня являются абсолютно равными в моем рождении, воспитании и отношении к жизни, и всему тому, что со мной происходит, за что я их очень благодарю. Вот. Итак, вот уже более 8 лет я веду тот путь, который я посвятил растительному питанию. И то, чем я сегодня с вами хочу поделиться, это тот опыт, который сформировался у меня на протяжении всех этих 8 лет. Ну и не только этот, потому что, в общем, вся моя жизнь позволяет мне смотреть на все процессы, которые я сегодня буду озвучивать именно так, как я озвучиваю. То, что я сегодня вам буду говорить, это не истина в первой инстанции. Я не призываю вас во все то, что я говорю, верить. Тем не менее, я вам дам простые взгляды и точки зрения, которые, я думаю, вы сможете сами проверить, перепроверить и узнать, и дабы то, что я говорю, стало для вас каким-то вашим опытом. Либо же вы это просто увидите в нашем процессе. То, чем я с вами буду делиться, это концентрат того, что со мной происходило. Это те знания, которые во мне раскрывались после посещения прекрасной магической страны Перу. И поэтому разными взглядами я буду с вами делиться. И одним из направлений, которое будет представлено, это взгляд через шаманизм, через индейцев. То есть индейцы, в моем понимании, это те люди, которые очень хорошо ведают материнские энергии им. То есть они с ними имеют деяния, поэтому они индейцы, они имеют с ними взаимное действие. Периодически я буду раскрывать некоторые слова, и это благодаря диете с растениями. Потому что оказывается, вокруг нас растения, которые имеют определенного рода силы и знания, мы просто об этом забыли. Ну, начнем. Вот уже 8 лет, как я не питаюсь животной пищей, не питаюсь ни яйцами, ни... Ну, в общем, чужой информационной структурой, я скажу так. Вот. И за все это время во мне стали раскрываться некоторые процессы. То есть первые пару лет, когда организм начинает очищаться от чужих вибраций, от чужой информации, человек начинает приходить немножко, так скажем, в состояние, наверное, созидателя. И ему хочется нести какие-то вот хорошие вещи в общество и вокруг себя. Потому что благодаря тому, когда в нас перестает попадать информация, мы начинаем чувствовать свое предназначение, свои процессы. И так как мы творцы и созидатели, то именно эта информация начинает пробуждаться. То есть для меня, если раньше, до этого момента я мог ходить по улицам, выбрасывать мусор вот так вот в разные стороны, выпивать алкоголь, там, грызть семечки, все что угодно, то сейчас, бляя по улицам, я обычно собираю мусор. Вот. И это в том числе благодаря тому, что во мне пробуждается именно та информация, что вокруг меня существую я. Вот. Во всем. Да, то есть это не то, что я как вот личность, а я как вот общность вообще этого пространства. В целом, благодаря тому, что я для себя открыл во время определенных церемоний, было связано с тем, что все наше пространство, оно на определенном уровне нашего видения, оно соткано все из энергии. Это энергии воды, воздуха, ветра, всего что угодно, да. То есть эти энергии обычно представлены практически в каждом народе. В каждом народе они представлены в виде вышиванок. Всего того, что вышивали наши бабушки, да, то есть это знаки, солярные знаки, просто определенные рисунки. На самом деле, это информация, вписанная именно нитями в ткань, то есть ткань материя, да, то есть и вот в это бытие бабушки вписывали наши определенные знания, дабы они могли сохраниться. На самом деле, для того, чтобы читать эти знания, достаточно, чтобы поверить в то, что у нас вот здесь находятся прекрасные сканеры, которые позволяют, как игла, грампластинки, считывать вот эти вот узоры. Ну, это уже если идти дальше. В тот момент, когда я оказался в Перу, и после церемонии я для себя осознал тот момент, что мы являемся, в принципе, неотъемлемой частью этого пространства. У нас точно такие узоры, только они вот очень, как бы, обособленные. Мы выглядим там в этих узорах просто вдаль отсюда, ну, как бы, не имея вот привязки к пространству. И мы, на самом деле, являемся точно такими же растениями просто на этой планете. Наш костюм, наш скафандр, наверное, самое большое совершенство, о котором, наверное, на данный момент мы очень много не помним или не знаем. Вот. И дело в том, что с самого рождения, когда мы проявляемся, с молоком матери зачастую мы получаем немножко искаженную информацию о том мире, в который мы пришли. Вот. Для чего это сделано, как это сделано, значения не имеет, потому что вокруг нас нет врагов. И, по сути, как бы, это любая реакция, это только нас на какие-то действия, да, то есть на какие-то процессы. Но, тем не менее, мне хочется до вас донести, что все вокруг, это в том числе мы, да, и дело в том, что порой, питаясь животными, мы не отдаем себе отчет, что в этот момент, во время нашего питания, мы перенимаем на себя чужие линии жизни и чужие пути развития разных уровней, да. Вот. По всей видимости, как мне так кажется, и то, что мне пришло из питания, а я на самом деле еще бы лет 10 назад, я бы и подумать не мог, что я буду шефом, что я буду вот так вот вести какие-то процессы. На данный момент мой путь и то, что я вот провожу и сопровождаю круги в питании, ну, это в том числе моя стезя, я очень благодарю круг «Мужчины-соратники». Это первый круг, который меня принял несколько лет назад, и вот благодаря этому кругу я предстаю все время перед витязями, я готовлю для них пищу, именно которая приготовлена из растений. И, в общем-то, как вы заметили, обычно мои лекции идут в самом конце, да, то есть вы за эти дни, я надеюсь, вы не голодали, у вас все было хорошо, и пища, в общем-то, была насыщена точно так же, как она вот была насыщена домом, потому что на самом деле в любом процессе, за который вы берете, самое важное – это ваше отношение к этому процессу. Если вы любите то, что вы делаете, все будет получаться вот так. Вот. С чего мне хотелось начать? Вот с такой вот схемы. Я не читаю книги научные, я не знаком с традициями, там, йоги или еще чего-то, да, то есть с индуистскими процессами. В какой-то момент у меня немножко заблокировалась возможность читать, и те процессы, которые мне интересны, открыв книгу, буквально почитав пару страниц, она у меня закрывается, и со мной в процессе жизни начинают происходить те ситуации, которые, ну, описывались в этой книге, дабы я имел возможность получить собственный опыт, а не выдавать чужой за свой. Вот. Поэтому я, честно скажу, не читал Карлса Кастанедо, у меня был свой Дон Хуан, точнее, Дон Паскуаль Магу Ачавана, это был высший Мэрая Перу, этот великий человек ушел пару лет назад, вот, и он мне раскрыл вот такой интересный мир, в котором у меня есть понимание, да, то есть, на мой взгляд, когда у нас идет определенного рода поток, и тот опыт, который у нас в голове есть, то есть набор слов, эмоций или еще что-то, они вот этот поток облекают в те слова и в те образы, которые мы способны видеть, благодаря вот нашему жизненному опыту. Поэтому, если что-то здесь будет не соответствовать книгам или тем знаниям, которые вы получили, не обессудьте, я говорю, как вижу. Вот. На данный момент здесь я нарисовал схему трех котлов, то есть котел животного мира, котел человеческого, котел духовного. То есть, в моем понимании, когда мы сюда приходим, мы изначально приходим сюда с животными, да, то есть, ну, в животном теле, в животный мир, да, то есть, и именно это определяет тот процесс, что мы с живыми животными, да, то есть, это те существа, в которых протекает энергия живых, да, то есть, и она у них хранится в животе, да. Ну, наш великий русский язык, он очень могуч, и в нем все есть, все на месте, просто достаточно его интересоваться и раскрывать. Животный мир – это то, что связывает нас практически со всеми, с кошками, с собаками, с коровами, с кем угодно, да, то есть, это первые три энергоцентра, ну, в индуистских процессах это называется муладхара сфатистана манипура, да, то есть, или чакра, отвечающая за корень, то есть, да, вот, куда мы пришли, вот, как бы явились, так сказать. Сфатистана отвечает за наши процессы, когда мы начинаем создавать семью, когда мы начинаем, ну, обзаводиться домом, это наши основные задачи, да, то есть, это продление рода, создание жилья, и манипура уже, в моем понимании, идет тот процесс, когда мы находимся в обществе. В каждом из этих процессов мы так же, как в любой игре, то есть, мы, это не один раунд, да, то есть, это очень-очень много раз, там, какие-то пришествия, где ты накапливаешь опыт, да, чтобы ты потом впоследствии мог перейти, дальше. По некоторым мнениям, жили мы дольше, поэтому эти процессы мы могли проходить, там, за жизнь. Вот. Также, наверное, на этой тематике, вот, досюда, основывается процесс КАСТ или ВАРН, да, то есть, все то, что связано с развитием человека. Вот, когда существо впервые приходит, и у него идет накопление только первого центра, мы соответствуем каждой разным расам, то есть, ну, расам или разным энергиям, да, то есть, кому-то нравится летать, кто-то вот не может жить без высоких этажей, без полетов или еще чего-то, да, то есть, трасса, ну, или раса, или вот, ну, энергия воздуха, да. Я, допустим, стою постоянно на кухне, имею дело, там, с костром, с огнем, кузнецы, там, еще кто-то, да, то есть, это вот те, кто связаны с огнем. Есть те, кто связаны с водой, ну, и, соответственно, те, кто связаны с землей, да, то есть, это те люди, у которых постоянно везде огороды, они палку могут так в землю ставить, она у них будет прорастать. И, насколько я понимаю, что существо, когда приходит познавать, ну, у нас есть ин, ян, да, мы частенько будем к этому обращаться, то есть, ин – это горизонталь, да, то есть, это мама земля, вот она вот такая, ян – это свет входящий, он ходит вот так вот, соответственно, перпендикулярно. И существо, которое пришло познавать свет отца через материнскую плотность, да, то есть, через материю, он встает на крест ян-ин, и становится кресть ян-ин. Это то, как не открывается. Может быть, это не так, я не знаю. Мне это вот так вот видится. Дальше, когда он набирает опыт по взаимодействию с материей, он переходит на другой уровень, он начинает развивать какие-то ремесленные способности, в них развивается, доходит до мастера, доходит до того, кто начинает передавать знания. Дальше он уже руководит какими-то более серьезными процессами, да, то есть, это, там, председатель колхоза, может быть, да, то есть, там, капитан корабля, может быть, еще что-то, да, то есть, ну, это уже уровень развития, когда он выходит, как бы, в стаю и уже имеет ответственность не только за свою семью и за продление рода, но он еще имеет ответственность уже за других людей. Когда человек накапливает опыт, ну, его душа накапливает опыт, и в одном из пришествий он приходит, он проходит опыт воина. И опыт воина – это сердце, да, то есть, это анахата, когда он, воин понимает, что через определенное количество разных боев, там, смертей, перерождений, он понимает, что в этом мире все любовь. Он может забрать в любой момент у кого-то жизнь, но он уже не сделает этого, потому что уже есть понимание, что это просто, а должно быть иначе, потому что, ну, борьбой, ну, мы порождаем только, в общем-то, борьбу. Вот, дальше человек, когда накопил вот этот опыт, у него начинает открываться опыт вещания, открывается горловая чакра, и большинство присутствующих здесь – это те, которые вещают, потому что вишутха, ну, или горловая чакра – это то, когда у человека идет реализация, что он должен вот этот накопленный опыт, он должен передавать дальше, потому что таким образом он начинает учиться. Вот, дело в том, что, опять же, по моему опыту, чем больше я общаюсь со своими учениками, с теми людьми, кому я являюсь наставником, тем больше я им передаю знания, тем больше у меня открываются мои, как бы, слоты памяти, да, я вот передал знания, у меня где-то сразу же раз завибрировало, мураши по коже пошли, и я понимаю, что у меня сейчас, отдав вот это знание, ко мне приходит что-то новое. Вот. Дальше, соответственно, да, то есть у нас есть возможности видения, уже не такого, который, ну, к которому мы здесь привыкли, которым на данный момент я считаю, что у нас благодаря разного рода процессам, связанным с атмосферой, с воздухом, но в первую очередь с питанием, оно у нас заблокировано, и мы не можем видеть и слышать так, как мы могли и видели, да, то есть мы не можем это видеть частую, потому что в целом там сценарий Тома Мира, в котором мы сейчас находимся, он по большому счету, либо это очень-очень серьезная школа для нас, вот, либо просто кто-то очень хочет, чтобы мы так и не узнали, кто мы такие, да, вот, поэтому дальше, когда у нас открывается возможность связи с хасрарой, ну, или коронной чакрой, да, то есть в нас начинает ходить дух, ну, то есть он и так нас ходит, но мы его начинаем ощущать, он начинает через нас вещать, и мы становимся с ним еще ближе, да, то есть материнская энергия идет отсюда, снизу вверх, дух хое сверху вниз, вот, это примерно то, что я вам ничего, ну, по сути, я думаю, что ничего нового вам не сказал, вы это так, наверное, знали, но, когда я был у индейцев, один из основных процессов, который был связан с обучением шаманов, и обучением тех людей, которые дальше несли знание вперед, это диета, вот, диета это не тот процесс, когда ты просто встал на весы, посмотрел, думаешь, ой, е-мое, все, надо на диету, там, белковую, такую, 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 да, вот, на самом деле диета, это общение двух существ по одному вибрационному уровню, то есть, если мне надо пообщаться с кошкой, вот, там, с кеном или еще с кем-то, я просто присяду на колено, да, то есть, я должен с ними выйти на один уровень, чтобы мои глаза, его глаза встретились, не я на него вот так вот смотрел, а чтобы мы смотрели друг на друга, и тогда у нас возникает связь, вот, для того, чтобы войти в связь с древом или с растением, задача следующая, сначала мы убираем из себя все то, что может перебить вибрацию другого уровня, то есть, или, по крайней мере, снизить те процессы, которые нас раскрыты, то есть, мы не едим кислое, мы не едим сладкое, мы не едим острое, мы не едим горькое, то есть, мы не едим те вкусы, которые могут нас отвлечь от того, что мы должны услышать. Мы перестаем, ну, убираем интимную жизнь из своего процесса, да, естественно, мы не питаемся чужими вибрациями, то есть, никакие, ни мясо, ни рыба, ни птица, это все убирается, питание становится очень пресным, и таким, в котором, вот, ну, очень мало информации, то есть, пока вот мы были в Перу, это было, там, киноа, это была папайя, то есть, вот, ну, с такими, ну, нейтральными вкусами, и за это время перед церемонией мы общались, вернее, принимали в себя то растение, с которым нам надо войти в контакт, да, вот, проходило это на протяжении недели, то есть, мы брали детали растения, там, будь то листья, ну, в зависимости от самой диеты, да, то есть, где-то это листья, где-то это плоды, где-то это отвар, где-то это сок, то есть, в зависимости от того, как тебе старший наставник задаст, ты, в общем, то исполняешь. Мне досталась первая диета, с растением древа колорадо, в тот момент, для меня, вообще, в целом, колорадо ассоциировалось с двумя моментами, это колорадский жук из штата Америки, все, я больше ничего не понимал, но, был очень интересный процесс, что на протяжении недели моя задача была срывать эти листья, резать их очень мелко, выкладывать в ступку, чуть-чуть добавлять воды, выжимать ее в ступке, чтобы растение выделило сок, чуть-чуть его подкислить лаймом и добавить табак мапачо. Табак у индейцев считается перворастением, и я тоже, если будут вопросы, я расскажу, что же связано с табаком, почему казаки, в том числе, курили постоянно табак, тетюны, люлька, да, они могли променять на жену, в целом, ну, так, по крайней мере, пелось. табак убирает мгновенно, при попадании на слизистую, настоящий табак, он снимает, отключает любых паразитов сознания, то есть любые подключки, какие у вас есть, он вот так вот просто их отключает, настоящий табак, вот, поэтому, в том числе и казаки, когда брали люльку, они прокуривали, ну, не курили прям в легкие, все, то есть постоянно, они нелегкие прокуривали, они делали такие, как бы затяжка шла через нос в рот, и вот эта вот цикличность, она высвобождала, во-первых, внутреннее состояние, и высвобождала обоняние, вот, и чуть-чуть был прием немножко внутрь, дабы убрать отсюда все процессы, именно поэтому, Сталин, Рузвель, Черчилль, Фидель Кастро, они всегда были с табаком, я раньше этого не понимал, но на самом деле, буквально три затяжки, не вдувая внутрь, прям, и все, и у тебя голова становится, ну, совсем в другом процессе, и я не призываю вас курить, это просто про табак, чуть-чуть небольшое отступление, вот, и после того, как получался вот этот вот раствор, мы его выпивали перед церемонией, и шли соответственно церемонией, на протяжении шести церемоний, ну, это мой опыт, то есть у каждого там по-разному бывало, во мне накапливалось информационное поле данного растения, с кем мне надо общаться, и в какой-то момент дедушка просто вызывал дух этого растения, и дух понимал, что я готов к общению с ним, и дед меня с ним связал, вот, как я понял, что он меня с ним связал, перед очередной церемонией, я стал нарезать опять очередной раз эти листья, и мне показалось, что они как-то очень интересно легли, то есть я вот их порезал, они лежат как вот эллипсом, я взял что-то, вот так подбросил просто траву, она упала ровным кругом, я очень удивился, я опять ее подбросил, ну, в Перу всякое происходит, ну, мне это было интересно, я опять подбросил, она опять выпала овалом, я думаю, почему круг, и в какой-то момент я услышал, ну, это не голос, это просто, как бы, ты входишь в образ совместного знания, то есть это осознание, когда просто внутри говорит, колу, круг, ра, солнце, до, путь, колорадо, круг, пути, солнце, с того момента это растение, очень часто, до сих пор, на протяжении, вот, уже почти, там, седьмой год идет, оно мне раскрывает слова, просто вот так вот раскрывая, то есть его, что вот это вот так означает, это вот так означает, это вот так означает, и дух этого растения продолжает меня учить, за что я им очень благодарен, вот, и, исходя из того, что я понял по связи с растениями, когда мы употребляем вот эти вот детали, я попадаю в мир растений, и они меня ведут, потому что растения имеют корневую систему, это точно такая же система, точнее, это та система, по которой в подобии сейчас создали интернет. То есть, на самом деле, мы раньше имели совершенно другие возможности, могли общаться со всем на другом уровне, и чем больше человек говорил, то есть, молчание было все-таки золотом, потому что мы могли общаться на совершенно других уровнях. Исходя из этого, я и сделал, в общем-то, свои дальнейшие выводы, но прежде чем нам перейти к дальнейшим выводам, нам все-таки нужно выяснить, почему же все-таки нам не стоит употреблять в животных. Мы находимся в мире, который очень тесно связан с нейролингвистическим программированием, с магией и жертвоприношением. Это я вам говорю как курбан, потому что в моем понимании очень многие процессы как раз и начали с этого праздника, который называется курбан. Это праздник жертвоприношения. Когда отцу приснился кто-то и сказал, что ты должен доказать господину свою верность, и для этого ты должен привести своего сына на заклание. Я не знаю, что это был за отец, но он взял своего сына, что он ему говорил по дороге, мне тоже не очень понятно, но он все-таки привел его на жертвенник и положил сына и занес нож. Это дело запечатлелось в нем, запечатлелось в последующих поколениях. И вот именно процесс, когда ему сказали, что все, стой, сына положил, доказал, убирай и клади сюда барана. И на жертвенник уже лег агнец безмолвный. То есть баран тот, который пришел сюда познавать этот мир через поедание травы, питье воды и по сути просто созерцание того, что вокруг происходит. Потому что каждое живое существо, в моем понимании, здесь имеет свой путь. И каждое существо должно пройти именно тот путь развития, который ему задан Всевышним. И с того момента у нас на столах появился жертвенник. Можно просмотреть тот момент, что мы, собравшись здесь, за все наше время, мы все время приносили дары. Дары и жертвы – это вроде действия практически одно и то же, но кому приносится. Куда это принесли здесь жертву, здесь не жертву. И мне хочется сказать, что на самом деле у нас есть определенные иконы космоса, за пределы которых, выходя, то есть живя по законам, мы начинаем жить, я не назову даже это жизнью, на самом деле, потому что это уже немножко сложно назвать GTM, потому что, питаясь животными, мы находимся, сами того не замечая, мы находимся немножко в мире мертвых. И я сейчас попробую вам это немножко раскрыть, как это вообще выглядит в моем понимании. Не факт, что это так, просто это мой взгляд. На самом деле мы и животные – это единая система. И мы можем, конечно, их сказать, что это же бараны, их для нас выращивают, или это коровы для нас выращивают. Но давайте уберем эти маски и оставим просто саму систему. Да, четыре конечности, одна голова, два глаза, две ноздри, два уха, язык, зубы, половая система, семейная система, создание детей, рождение детей – все одинаковое. Вы согласны? По сути, если мы не смотрим, что у него два рога или носорог он ходит, по сути, это система млекопитающих. Это те, которые питаются молоком при рождении. И дело в том, что мы состоим, в принципе, в основные четыре жидкости. Это первичное, ну, то, из чего состоит человек. Мы состоим на большой процент из воды, ну, по сути, да, то есть из материи. Мы берем жидкость, вода. Создались мы благодаря отцовской семенной жидкости. В нас течет кровь, которая имеет информатив по нашей памяти, она к роду ведущая. И, соответственно, молоко, то, с чем, ну, как бы, вот мы пришли, и мы вот ее получаем, да, то есть ту информацию об этом мире. На самом деле это биокомпьютер, по подобию которого создана на данный момент система компьютеров, система телефонов. Это все, что есть у нас внутри. Эта система просто оцифрованная и выведенная изнутри наружу, дабы мы могли вносить в нее данные. И постепенно-постепенно создавался тот процесс, который на данный момент называется искусственный интеллект или искусственный бог, да, искусственный разум, да, потому что, по сути, разум, да, то есть это видение Ра, да, то есть оно большое, то есть оно имеет возможность приближаться, отдаляться и быть везде. Ну, это разум, вот. И на данный момент мы имеем дело с тем, что, как бы, ну, что лукавить, нас оцифровывают и создают на данный момент искусственный интеллект. И в целом этот искусственный интеллект уже себя показывает и проявляет с точки зрения того, что он может писать картины, хотя на самом деле он просто выдает, как бы, общую систему наших мыслей, да, то есть видя все вот картины, вот он выдает самое красивое, то есть он не творец, он просто из всего выдает какой-то вот средний, какой-то вот свой алгоритм, вот. И чтобы все вот эти вот процессы увидеть, давайте посмотрим все-таки, кого мы едим, когда мы едим, да. Я пока вот это вот перевернул, потом мы к этому вернемся. У меня еще моя лекция не очень структурирована, потому что я в основном вещаюсь потока, но, ну, в принципе, вот диета с собой. Когда меня, наверное, переводили на это питание, ну, потому что как-то все процессы, которые со мной происходили, они были, ну, то есть я не увидел вдруг вегетарианцев, побежал, стал вегетарианцем, не было со мной такого. Я был владельцем мясного ресторана, мы ели все, что бегает, плавает, летает. Я не был тогда шефом, вот. И просто в какой-то момент мне стали на пути встречаться люди, после чего я узнал, что они довольно-таки, ну, интересные и имеют определенного рода знаний именно в этих направлениях. Вот. Один из моментов, который меня сподвиг, и я хочу с вами этим поделиться, всегда буду благодарен этому человеку, это роман Вараха, у него есть книга «Вирус здорового образа жизни». Очень рекомендую прочтение, она очень тонкая, в ней буквально там страниц, наверное, 50. Я не помню, про что она, честно. Но даже в этой книге это был битера «Вирус», который говорил о том, что если ты возьмешь и будешь читать эту книгу, то в тебе откроется вирус здорового образа жизни, и твоя жизнь не будет, как прежде. И ты, возможно, не запомнишь всю эту книгу, но жизнь изменится. На самом деле так и стало. Из всей этой книги я для себя запомнил вот это. «Честно есть». Вот это вот «Честно есть», оно у меня настолько включилось, что в дальнейшем, уже после ресторанов и всех этих дел, я стал четко понимать, что свою пищу, ну здесь каждое живое существо, которое пришло сюда, не считая тех, которые вошли в образ нашего дома, и наше поле, и наше понимание, да, то есть у них у каждого есть свое питание. Красавец какой. У каждого свое питание, и оно связано ровно с теми инструментами, которые ему дано было свыше, да. То есть те же самые львы, те же самые хищники, почему они питаются, ну, плотью? Ну, дело в том, что у них такая система. Они следят за регуляцией, ну, как бы, популяции, там, тех или иных животных. Вот, они не занимаются, извиняюсь за урожение, потреблярством, то есть они не кладут своих жертв в холодильники, да, то есть они не накапливают их, да, то есть не создают такие-то магазины. На самом деле хищники, истинные хищники, они адреналиноманы, то есть они вообще питаются страхом животных, да, то есть для них очень важен этот страх. Потому что, как повара, они свою пищу заготавливают в процессе охоты. То есть, когда бежит, там, не знаю, косуля, газель или еще кто-то, да, то есть лев за ней с мангалом не бежит, его задача, постепенно подбивая это животное, чтобы в ней выделялся адреналин, она вот вся в страхе бегает, после этого вот он ее догоняет, хватает, он выпивает кровь, то есть он получает вот этот информатив. Вот, при этом он от этого кайфует, да, то есть насыщаясь плотью, он не съедает и там полностью оставляет. Дальше идут падальщики. Это те, которые не охотятся, которые просто подбирают уже вот готовое, да. Вот, и если даже взять там того же самого медведя, да, то есть он охотится сам за своими, ну, то есть те, кто близок к нам, да, то есть он охотится за рыбой в голодное время, оно находится здесь, но на самом деле его желудок и его существо к этому абсолютно готово, он сам добывает себе пищу. И в какой-то момент я задался вопросом, но если вот, ну, меня называли плохой охотник, да, то есть я вегетарианец, плохой охотник, я говорю, ну, елки зеленые, от меня моя пища не бегает. Она никуда не бегает, хотя у меня бывают достижения, достижения, когда я охотюсь за грибами, они бывают там 50 килограмм, там 30 килограмм, да, то есть вот, ну, прекрасные трутовики, которые можно там собрать. Вот, и я питаюсь тем, вот у меня мои когти, да, то есть вот у меня мои клыки. Очень часто я встречаю людей, которые говорят, ну, мы хищники, но при этом говорит этот человек так прилично где-то процентов на 30 с лишним весом, да, я говорю, ну, ты как бы встань, ну, просто ради интереса ты вон за курицей, как Рокки Бальбоа, побегай хотя бы, добудь ее и честно съешь. То есть возьми это существо, возьми свои клыки, не трогай ножи, это лишнее, не бери соль, не бери перец, перец и ни в коем случае не трогай огонь. Потому что я подозреваю, ну, не то, что подозреваю, я это вижу в разных кухнях мира, что что-то с нами произошло, что мы вынуждены стали есть горячую пищу. Вот, и горячую пищу, и в том числе вот те, так скажем, гастрономические непонятные для меня процессы, которые там связаны, допустим, с французской кухней, да, то есть там с итальянской кухней, ну, попробую вам озвучить, да, то есть что-то произошло на нашей планете такое, что повлекло за собой потерю плодородной почвы и потерю света, вот. Как это можно отследить? Абсолютно просто берем французскую кухню и смотрим просто на их блюда любимые, да, то есть мы берем лягушачьи лапы, мы берем улиток, мы берем сыр с плесенью и прокисший виноградный сок. Что это объединяет? Ну, это объединяет все вода, влажность, да, то есть вода поднялась, из еды были только лягушки, да, то есть со временем как бы это вошло уже в народную кухню. Те же самые улитки, да, то есть они так себе по запаху и по вкусу, ну, как бы если их там чесноком напихать, петрушкой напихать, там перемешать, ну, может быть, как бы и съешь. Естественно, мы творцы и такого рода существа, для которых и зима стала праздником, мы теперь без нее жить не можем, хотя это немножко не наше состояние, да, и вот это мы превратили, да, то есть в высокую кухню. Тот же самый сыр с плесенью, на мой взгляд, в какой-то момент у наших женщин перестало уходить молоко, вот, и коровы, и проросшая молодая трава, это вот тот молокозавод, который в тот момент нам заменил информатив. И я подозреваю, что именно в тот момент мы стали забывать те процессы, какими мы были на самом деле, потому что для того, чтобы перепрограммировать сознание человека в большой массе, в принципе, достаточно пустыни, 40 лет и дядьку с палкой. Все, и определенный сценарий, по которому мы ходим, да, то есть и забываем, кто мы такие. Три поколения, все, эти уже забыли, а эти уже будут говорить, что, ну, как бы это у нас было испокон веков. Не испокон веков, а из того момента, когда нас, наверное, немножко усыпили. Вот. Сознание тех, кого... Давайте все-таки поймем, кого мы едим. Для этого у меня есть буквально пару игр, они очень простые, то есть мы с вами просто по этой игре идем, вы сами будете говорить, там, да или нет. Здесь собрались мужи, которые примерно, там, кто-то помладше, но в основном мы примерно ровесники, не считая наших наставников, там, кто-то у нас постарше, и это еще лучше. Вот. Помните, в наши времена, в детстве, когда очень ценилось материнское молоко, не тот момент, когда ты его нигде не можешь найти, и нам там говорили, вот, сходи в поликлинику, тебе выпишут детское питание, да? А сейчас так это вообще, в целом, как бы, у нас женщины, дабы не портить красоту своей груди, отказываются в целом кормить детей, и переводят их уже на матричное питание, которое выдается нам в порошках, То есть во всех этих делах мы сняли с себя ответственность и не хотим ее брать обратно, да? То есть нам вот лучше красивая грудь, чем здоровый дитя. Вот. И тогда были такие моменты, что рождалось дитя, и у матери просто не хватало молока, или его не было. Так как мы жили единой семьей, в нашем прекрасном Советском Союзе, часто были моменты, когда или у соседки, или там у кого-то в семье рождались дети, и молока было в избытке, что его надо было даже сцеживать. И вот эта женщина без молока бывало обращалась к другой женщине и говорила, «Скорми мое дитя». Был такое? Вот. Молочный брат. И вот от этого мы с вами немножко и попляшем. То есть мы берем момент, что это дитя, испив из ее груди молоко, появлялась между ними родственная связь. Она сразу же появлялась. То есть я вот вам просто сказал, и уже сразу же знаете, это молочный брат. Да, то есть вот эта женщина, этому дитя кем становилось? Кормилицей. То есть молочная мама. Соответственно, из тиськи, кто пил соседний, это был или брат, или сестра, в зависимости от пола. Но между ними четко возникала родственная связь. И можно было встретиться через много лет и сказать, «О, это моя мама кормилица». То есть это будет гораздо мощнее, гораздо сильнее, чем крестный или крестный. Ну, короче, чем вся вот эта вот тематика. Здесь это было очень сильно, ну, гораздо сильнее проявлено. Вот. Итак, мы этот вопрос с вами тоже запечатлеем. Вот так вот запомним и уберем в сторону. Повернувшись в другую сторону, мы не будем мерить лица. Мы просто посмотрим, кто перед нами стоит. Перед нами стоит корова. Мы ее молоко пьем, она нам кто? Кормилица? А из-за ее титьки ее телята пьют, они нам кто? Братья и сестры, то есть мы образные создания. Мы знаем, что мы делаем, но не личностью. Мы знаем это вот здесь вот. Мы это точно знаем. Потому что вот пройдя просто вот такую вот штуку, здесь, если сказать, что это корова, а это вот так, это будет лицемерие. И это сразу же падение на определенного рода частоту, где ты как бы не думал, что ты такой вот благостный. Это непринятие вот этих вот такого рода процессов. И мы не отдаем себе отчета в том, что благодаря вот этим вот штукам у нас потом на столе еще лежит лятина и говядина. Кого мы едим? Ну просто. Если мы связаны вот такими вот процессами, кто у нас лежит на столе? Кого мы едим? Мы этого не понимаем, но на самом деле мы знаем, что, допустим, каннибализм это самое жуткое, что может быть. Потому что человек ест подобное своему виду. Но если мы с вами только что разобрали, что у нас есть четыре конечности, хвост, который у нас уже отпал, нос, глаза и вся вот эта вот система, так все-таки кем мы являемся, когда мы употребляем животных? Это связь по молоку. Но она же дальше распространяется, ведь они же тоже млекопитающие, и можно как бы перестать отмерять, там не говорить, я перестаю там трогать говядину или пилять, ну там баранину или еще кого-то я могу. Да, конечно, можешь, все все могут, но просто как бы вот есть вот такая вот картина. И в тот момент, когда мы начинаем питаться чужой плотью, мы начинаем забывать себя. И теперь мы вернемся к моменту диеты индейцев и растений. Но теперь представьте, что мы постоянно питаясь чужой информацией, более того, мертвой информацией, то есть информацией страхов, информацией недоверия, информацией всего, мы не понимаем, что мы постепенно встаем на диету со стадными животными. Очень важный момент. Потому что стадом управлять легче всего. И будучи все институты, которые вокруг нас существуют, на данный момент, они все основаны на стадах. Есть паства, есть пастырь, есть приход, есть еще что-то. Оно все основано на таких моментах. Вы можете наблюдать, что вы сейчас, выходя в аэропорт или еще куда-нибудь, все подходы к каким-то кассам, они идут вот такими вот загонами. Ну, это загоны. То есть, и мы идем молча вот по этой вот линии, и мы даже не отдаем себе отчет, что это вибрация коров. Я объясню, почему. На данный момент на мясных заводах, на мясных фабриках телят, коров убивают следующим образом. Их выстраивают так в загон. Они стоят и не могут повернуться никуда. Они находятся вот так вот. И они смиряются с тем, что у них происходит. Они умеют разговаривать. Достаточно проехать мимо стада и помочать разными голосами, вы услышите, что на вас будут в зависимости от вашего тембра на вас будут поворачиваться или телята, или коровы, или быки. То есть, там, ругаешься, ты приживаешь, или еще что-то. Они будут поворачиваться. Они, естественно, между собой имеют общение. Просто мы себя посчитали такими великими, что вокруг нас только те, которые нам должны. А должны мы всем на самом деле. Потому что, как только мы забираем чужую плоть, чужую жизнь, более того, мы берем это нечестно. Мы не выходим с ножом, и у животного нет шанса. То есть, мы просто заказываем его в магазине. И на самом деле, в моем детстве, ну да, это был какой-то праздник в Курбан-Байрам, когда вот кто-то родился или кто-то выжил, или кто-то ушел, или еще кто-то, с кем-то что-то происходило. Да, тогда приносили жертву барана за то, что как бы он выжил или еще что-то. Как это происходило? Ну, животное усыпляли, читали определенного рода молитву, при которой животное засыпало. То есть, ну, это техника гипноза, которому даже подвержены те же самые животные. И да, скорее всего, были такие времена, когда нам не хватало вообще информатива. По всей видимости, Солара не было в целом, да, то есть, те его потоки энергии, которые были, ну, хватало для растений, а для наших физических тел его не хватало. По всей видимости, мы тогда стали со слезами на глазах забирать жизни у тех, кто нам давал тепло, это бараны, овны, да, и коровы, которые нам давали молоко, но мы же понимали это, что это настолько существа, которые нас спасают, да, то есть, я думаю, что мы не делали это, с улыбкой на лице пойдем кого-нибудь мочканем, да, то есть, и это было крайняя мера, когда ничего не было. Я разговаривал со стариками не один раз. Они много раз говорили, что вот это, ну, это по очень большим каким-то праздникам, потому что ты выращиваешь сам у себя дома животное, и уже со временем сердце черстветь, для того, чтобы ты мог их просто вот брать и убивать. Я много раз спрашивал ребят, которые питаются конкретно мясом, я говорю, ты можешь, вот, со своим дитя, вырастить барана вот с такого, вот до такого, вместе с ребенком, а потом взять, дать ему нож, чтобы он забрал у него жизнь. Ну, научить, добывать себе пищу. Нет, я так не смогу. Я говорю, а почему не сможет? Ну, как, я же его вырастил. Я говорю, то есть, в магазине приобрести это возможно, а вот здесь нет. То есть, здесь, опять же, обращаю внимание на коны, потому что, нарушая, как бы, здесь, принимая ответственность за то, что я куплю в магазине, здесь не забирая это, вот так, наша энергетика падает, потому что, ну, мы не берем ответственность за то, что происходит. И все, что вокруг нас, то питание, которое есть, оно на самом деле направлено на то, чтобы мы и существовали в таком виде, и находились все время в состоянии мертвого мира. Мы немножко это не видим, но на тонком плане это очень хорошо видно, и видно энергетику людей. И, в целом, если разобрать вообще те блюда, которые мы на данный момент питаемся, особенно, ну, интересно разбирать, там, ту же самую колбасу, да, вот, что это по своей сути? Это мертвые кишки, ну, оболочка, да, то есть, оболочка мертвых кишков, туда закидывается весь ливер, да, то есть, уже, уже убиенные, да, для того, чтобы они не пахли, вот я вам про солянку сегодня рассказывал, как ее готовят, да, но история откуда идет, вот для того, чтобы они не пахли, туда чеснок, мин, там, все-все-все, побросали, запихнули, и мы вот это вот все мертвое отправляем во все свое здоровое, но сколько, какое количество существ отдало туда органы, какое количество существ свои органы туда вот направило, и у каждого из этих органов, у этого существа был свой путь, а теперь представьте, что мы отрабатываем микрокарму вот этих вот существ, ну, потому что мы взяли на себя ответственность, да, несмотря на то, что у вас нет, да, несмотря на то, что это не давит, как бы, так же, как это вот, ну, в мире тюремном, да, то есть, если ты не знал, это может тебе, как бы, скостить ответственность за то, что ты сотворил, да, это, как бы, немножко убирает какую-то ответственность, но тем не менее, вы представляете, какое количество этих карм у себя вот за все это время набираем. И благодаря этому мы порой не понимаем, что нами движет. А на тонком плане сзади нас стоят вот так вот и быки, и коровы, и все-все-все те, у кого есть свой эгрегор. То есть мы представители вот такого божественного разума. Такого ниже тоже самое есть. И есть бог коров, и есть бог баранов. И вот они вот стоят, и с нас получают энергию. Они не спрашивают нас. Это другая немножко система. Мы не спросили у них, и они не должны у нас спрашивать. Они просто у нас забирают энергию. И они имеют на это право. И поэтому вот прежде чем понимать, то есть поймите, что в нас по чуть-чуть естественно мы здесь, каждый имеет свой уровень развития. Кому-то может находиться на таком уровне, что его вот это уже не волнует. Ты можешь есть, не есть, у тебя уровень развития такой, что ты вниз не упадешь. Но тем не менее, в основном преимущественно на данный момент люди находятся вот на этом уровне. Мы можем иметь видение вот этого уровня. И вот этого уровня. Но пока мы находимся на питании животном мире, мы все равно будем находиться вот здесь. И как бы мы ни говорили про практики, про сердце, про любовь, про все эти дела, это все будет действительно снаружи. но внутри, вот сюда вот, без этого, пока у нас вот здесь вот все так же продолжается, сюда мы не пойдем. И мы ведем себя так же. И дело в том, что наша жизнь в принципе идет вот здесь. Это удовлетворение, да. То есть вот у нас корень, он уд мужской. И вот уд влечет творение. Вот он находится вот только здесь. Нам очень важно наше жилье, комфорт нашего жилья. Очень важно о том, что стая думает о нас, в какой стае мы находимся, да. То есть там я вот в этой стае, ты вот в этой стае. Но тем не менее, мы все равно находимся в удовлетворении. Вот в моем понимании удовлетворение это самый нижний котел. В тот момент, когда твое тело постепенно очищается от чужих сознаний, от чужих карм, ты начинаешь радоваться жизни. Радость приходит через вилочковую наша антенна. Вот здесь есть точка сборки, которая она вот как открывается, так и принимает, да. То есть вот что-то отсюда начинаешь вещать, то к тебе начинает приходить. То питание, которое я иду, я не назову его здоровым для тела. Ну, искренне. То есть в моем питании есть какие-то процессы, ну там имбиревку мы выпили, да, там салат и еще что-то. Да, это полезно. Вареная пища она не помогает, ну как бы она помогает телу просто побольше очистить всего того мусора, который у нас до этого было. Да, но оно еще позволяет очистить немножко сознание, потому что все-таки та информация, которая приходит с растительной пищей, она более понимабельна для человека. То есть вот наши камеры, они считали, что они едят. Так, у нас салат там морковка, лук там и так далее, у нас уже пока мы смотрим, уже здесь заготавливается тот, так скажем, бульон, в котором все это будет перевариваться и в основном это щелочной бульон, да. То есть если мы питаемся чужой плотью, то в нас начинает пробуждаться кислота. Ну, как бы с любого фильма про киллеров или еще кого-то побуждаем, что лучше всего труп растворяется в кислоте. Поэтому у нас здесь создается кислотная система. Поэтому люди, которые в основном питаются, они имеют плохое настроение еще из-за того, что у них постоянно все время здесь кисло. То есть не кидавшись себя там салом еще чем-то, еще чем-то, еще чем-то, здесь создается кислота. Человек так или иначе начинает выглядеть по-другому, ну, вести себя по-другому. И очень часто вокруг себя мы встречаем, что проявление этих животных, оно потом начинает происходить в человеке. Если вы обратите внимание, вот девочки, которые сейчас очень усиленно ходят там, фитоняшки их называют, то есть они питаются правильным питанием, в котором правильное питание это там утка, утка, курица, ну, в основном. И в принципе, если посмотреть на девочек, я их очень ценю и уважаю, но в основном это будут утки, и общаться они будут как куры. И вот эти вот губы, и вот этот общий вид. Дело в том, что так влияют эти вибрации на человека, и так человек начинает проявляться, для него вот становится вот так вот интереснее. Точно так же, что мы имеем в жизни, ну, ты встречаешь такого кабана, который ведет себя как свинья и быкует еще, да. Почему эти ассоциации выходят? Да потому, что он так питается, и именно эти проявления с ним и выходят на человека. То есть, когда человек постоянно находится в таком невежестве, то все эти проявления идут наружу. Вот. И поэтому, в моем понимании, питание такого уровня хотя бы для того, чтобы установить диету самим собой. Вот просто перестать все подряд употреблять и хотя бы какое-то время услышать вообще себя. Что же я хочу? Потому что в нас есть информация того пути, который мы выбрали когда-то очень давно. Да, то есть, мы выбрали определенного рода путь, но попав именно в тот сценарий мира, в который мы сейчас пришли, мы забываем про него и начинаем развиваться совершенно по иным процессам, да, то есть, нам уже больше интересно дайте больше, дайте больше, там, страх, наверное, идет, по сути. Почему? Ну, потому что управлять человеком, когда у него открытое сердце, невозможно, у него другое мышление. А когда он находится в животном процессе, очень легко, вся дрессура основана вот на этих моментах, да, то есть, животному очень нужна еда. Мы далеко ходить не будем, достаточно вспомнить событие буквально двухлетней давности, когда у нас появилась пандемия, да, помните, оденьте маски, снимите маски, оденьте, снимите, перчатки оденьте, и вы обратили внимание, какое количество людей выполняли эти процессы, для чего одевали маски, для чего одевали перчатки, но это дрессура, если посмотреть, это просто со стороны смотрелось, готовы они быть как животное или нет, все уже готовы или нет, вот какое-то количество ходит без этого, то есть, и доказывает, что так нельзя, что, ну, по-другому надо вести, а других просто вот так вот напугал, он становится в животный котел, и здесь ему просто говоришь, куда ему идти, это дрессура, то есть, ну, чистой воды, вот, что у нас еще осталось, ну, про подобие сказал, давайте, наверное, вопросы, если вам интересно, вот смотри, в целом, я сейчас молочку употребляю, да, то есть, сыр, ну, молоко я не люблю, сыр, да, и я не считаю, что это правильно, то есть, это все равно информация не наша, ну, то есть, мы единственные животные, не считая, опять же, о домашнемых животных, да, то есть, которые питаются молоком чужого уровня, и чем мы собачье молоко не пьем, оно на самом деле вкуснее, оно послаще, но мы почему-то вот именно здесь, да, то есть, привязаны, просто на самом деле с коровой связано очень много религиозных процессов, очень много связано того, на что мы привыкли говорить, что это сказки, мы не понимаем, что даже, ну, то есть, вот, возьмем Индию, почему они едят молоко, ну, потому что, чтобы они были привязаны к Кришне, но они должны быть к нему привязаны, он пастух, мясо нельзя есть, вот, пожалуйста, вам корова-земона, вот вы кушаете молоко, и вы все равно находитесь на привязке вот к этому эгрегору, мы отдаем энергии туда, нужно ли его есть, это больше привычка, и не факт, что это ты ее это любишь, в каждом из этих процессов есть определенная бактериальная система, именно они управляют нашим сознанием, потому что они вот хотят, нам нужно молоко, там, нам нужно вот это, нам нужно вот это, на мой взгляд, это как-то вот так, то есть, нужно, не нужно, полезно, не полезно, я четко знаю, что молоко не дает нам кальций, он с нас кальций забирает, оно не соответствует нашему, ну, как бы нашей кодировке, для того, чтобы организм мог вывести из себя чужеродную систему, именно внутри своей лаборатории, ему надо разобрать свою, ну, грубо говоря, вот смотри, вот мы взяли чужую плоть, ну, чужую информацию, да, вот по сути, я от молока чуть-чуть отойду, просто такой момент вспомнил, вот плоть, она же, как бы мы с самого момента знаем, что прах принадлежит земле, почему? земля имеет способности разложить все это дело на составляющие, пересобрать, и это будет уже земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жила, да, потому что это ее система такая тьмы, ну, мать, 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 мать она такая, вот, дело в том, что когда к нам это все попадает, у нас внутри происходит эти системы, и у нас изнутри эти кирпичики вот так вот просто собираются и выводятся, с молоком та же самая система, то есть те, кто много употребляли молоко к возрасту уже 70, там, 75 лет, они страдают наоборот и артритами, и артрозами, и всем тем, что связано с нехваткой кальция, почему? Ведь они же все время ели молоко и творог, они же все время говорили, что именно он им помогает, нет, именно он их убивает, именно оно забирает кальций, потому что для того, чтобы его из нас вывезти, мы вынуждены свою внутреннюю систему просто разбирать по кубикам и убирать. Как эта система у нас действует? Опять же, можем провести простой эксперимент. Вы берете кусок мяса, закрываете его прозрачной тарелкой и кладете на фонт. Через три дня что на нем появится? Примерно. Откуда они взялись? Муха принесла? Муха принесла? Нет. Это внутренняя система самоуничтожения скафандра. Они всегда были там. Они в нас все есть. Вот эти вот опарыши, это система самоуничтожения скафандра. Как только жизнь отключается, проходит определенное количество дней, если тело не подает обратных знаков, эти процессы включаются внутри. Это система уничтожения этого скафандра. А теперь прикинь, ты вот так вот его съел, до этого сыр поел, говядину поел, у тебя внутри создалась определенного рода колония. Белковая. Она без белка жить не может. Ты можешь, а она нет. И она начинает тобой манипулировать. Ты же порой даже обрати внимание, что ты когда проходишь, даже послушав вот этот разговор, потом вот ты выйдешь к сыру, ты будешь знать, что он тебе не нужен, а что-то внутри тебя будет вот так вот двигаться. И ты будешь его брать. Дело в том, что мы не очень много про себя знаем, а особенно не знаем про те системы, которые внутри нас управляют нашим сознанием. Поэтому мое мнение, что молоко тяжелое, ну мы же выросли уже, эта информация на телят. Ну то есть, как-то так. про грибы, что можно сказать? Про грибы тоже это не все, но они не могут представлять, а где они тоже обратишься? Про грибы, ну мне вообще, как бы, с каждым днем все больше и больше верят, что мы есть самые универсальные грибы вообще. То есть, и мы в целом находимся в грибном царстве. И даже те же самые древа, которые выглядят, у них просто споры выглядят по-другому. Да, то есть, и эта система, ну даже далеко ходить не надо, возьмем те же самые мухоморы, которые способны нам восстанавливать наше эмоциональное состояние и, ну, восстанавливать наше в целом и здоровье, и все. Есть и есть грибы, я, если честно, отвечаю за тот процесс, больше, который способствует переходу вот с такого питания на такое. То есть, я вот дальше еще не, ну, не ходил. И на данный момент грибы являются, ну, определенной частью, ну, не то, что в моем, ну, и в моем рационе, и в рационе того, да, естественно, они имеют вот определенные процессы, где ты их не можешь связать ни с животными, не можешь связать, ну, и с растениями в том числе. Но, если брать опыты, связанные с грибами, трансцендентные, да, то есть, то, насколько я уже имею об этом понимание, мы обмениваемся опытами, грибы проживают жизнь через нас, мы проживаем свой опыт через видение их мира, да, то есть, вредно, не вредно, ну, на этом этапе я вот так пытаюсь, то есть, куда я пойду дальше, ну, я иду в сторону сырых процессов, да, то есть, потому что, вот, на данный момент, я уже понимаю, у меня был опыт, в котором я понимаю, что термально необработанная пища, она дает человеку возможность быстрее очиститься от лишней информации и уже двигаться по направлению к себе, и, то есть, как бы, да, если смотреть, смотреть еще дальше, то я вижу, смотрю в сторону неедене в целом, то есть, потому что, я думаю, что если мы являемся такими растениями, как все растения здесь, мы все-таки, так или иначе, мы питаемся светом, ну, то есть, то, что мы едим, и говорить о полезности, ну, там, белка, там, мяса, или еще чего-то, ну, опять же, я извини, что так отошел, вот, но в целом, да, то есть, опять же сказать, готовится бульон, вот, суп готовится, да, то есть, мы закинули туда кусок мяса, вот, у нас всплыла белая пенка, вот, все полезное, что было в этом куске плоти, мы вот так вот собрали шумовкой и выбросили, по сути, то, что вот мы едим, это плацебо, ну, реально, даже вот то, что мы с вами едим, я говорю, по отношению к здоровью, это плацебо, то есть, эта пища, она позволяет человеку очень быстро разобраться, вот, с тем, что мы в нее отправили, и продолжать дальше вычищать мусор из организма, то есть, мы просто, когда так питаемся, мы меньше загрязняем себя, но не, не речь о здоровье, так, так, да, сырую, это, понимаешь, я, насколько я для себя понял, это больше привязка к социуму, то есть, у нас все выстроено вокруг стола, забрав пищу, у нас все вот это вот теряется, можно и как азиатскую, когда ты идешь, ну, по пути, через какое-то время, у тебя начинает, ну, отлетать вот эти вот там вкусы, тебе достаточно вообще не заморачиваться, там, взял яблоко, там, взял еще что-то, да, то есть, а здесь ты это готовишь для того, чтобы опять сесть за стол, позавтракать, пообедать, поужинать, то есть, это, ну, огромная часть социума, вокруг чего все построено, поэтому, ну, да, можно и по минуте, можно в принципе он там и на костре, вот там завтра я поготовлю на костре, где-то тоже недолго, да, но что-то в себе, наверное, сохраняет, но плацебо, в сыром виде, оно несет в себе какие-то смыслы. Мы говорим как об элементах, то есть, когда работают здесь, оно несет в себе элемент 1, соответственно, в своем, который поживает в ферме, в элемент 1, ну, да, либо вот на моей памяти, мы учились, ну, я учился в академии, и у нас вот северные ребята приезжали, у них на полгода с собой обычно полкилограмма красного перца, и они все едят с красным перцем, кашу с красным перцем, красную икру с красным перцем, они все едят с красным перцем, потому что она одновременно является для них огнем и антипорезитарной системой, то есть, что-то, что разжигает внутренний огонь, вот, без таких процессов, ну, в целом, да, внутренний огонь, как бы, ну, в тех условиях, в которых мы сейчас живем, да, он нужен, согласен, даже я скажу больше того, что северные народы, которые питаются строгониной, олениной и так далее, они, ну, они по-честному это едят, да, то есть, и они это едят сырым, то есть, в основном строгониной и все это, они не едят ее горячим, ну, как бы, наверное, что-то варят, но в основном они едят сырыми, почему, потому что тогда в них сохраняются какие-то полезности, аминокислоты, и вот, то, про что нам, как бы, рассказывают, даже вы возьмите, любой процесс, любую таблицу КБЖУ, вы увидите, там же все, все про сырое написано, там не пишут про отварное, ну, в отварном, как бы, что там может быть, 160 градусов плюс, все, белок отправился, и что ты, что ты ешь, плацебо, ну, мусор просто ешь, как бы, закидывался, да, и все, поэтому, да, для внутреннего огня, ну, горячее, наверное, надо, хотя можно попить и чай, там, вот, тот же самый внутренний огонь, имбиря положить, тот же самый внутренний огонь, и гораздо более эффективный, потому что в этот момент, тебе не надо будет, там, довключать еще свою печку, то есть, печку, да, то есть, там все это вот запаривать, чтобы тебя все это сварилось, да, то есть, как бы, и на печень нагрузка, и на сам желудок, и на варку, ну, как-то так. Вопросы? Вопросы? Да, брат. На солье, да. Да. Огонь. Огонь. Ну, вполне возможно. Ты знаешь, я бы даже сказал, что воину, который именно воин, ему даже, наверное, рекомендовал бы есть мясо, и даже, наверное, больше вот мяса с кровью, чтобы он его еще и чувствовать мог, потому что тогда он входит на диету именно с, вот с такими процессами, вот, поэтому, ну, как бы, я говорю, у нас абсолютно разные, у каждого свой какой-то вот уровень развития, очищается ли от огня, конечно, очищается от огня, от чего очищается, ну, от какой-то там информации очищается, но по своей структуре, ты даже шашлык прожаришь, ну, ты же понимаешь, да, то есть, там, свинину ты делаешь, ты должен ее, ну, вот, полностью приготовить, да, то есть, well done, чтобы был, просто, я говорю, я в мясе очень хорошо разбираюсь, у меня был мясной ресторан, то есть, вот, ты свинину, медиум ре, не можешь приготовить, ты должен сделать well done, well done, это когда у тебя просто белок, вот он испарился, ну, да, он очищен, а что ты ешь-то, то есть, ты ешь вкусы, то есть, вот у нас здесь, да, не, ну, я в целом, да, да, ну, тем не менее, да, то есть, все равно, что ты ешь, да, оно же все равно же, ну, прожарилось, то есть, по сути, ну, мы блюдоманы, вот у нас вот эта вот часть, вот буквально, да, то есть, сколько тут, 10 см, там, 15 см пусовых рецепторов, то есть, и мы вот из-за этого раз съели, проживали, даст ли тебе это какое-то продуктивное состояние для твоего тела, ну, я думаю, это плацебо, то есть, а в целом, да, ничего бы нет, тут, это же тоже зависит еще от нашего отношения к тому, что мы, ну, делаем, да, то есть, ну, ты воин, ты спокойно можешь выйти, в принципе, ну, ты же на охоту наверняка ходил, то есть, у тебя это, ну, как бы это, есть честное взаимодействие, да, я еще почему говорю, что это не должно быть связано с магазином, если ты так добываешь пищу, если ты так питаешься, и это по-честному, то есть, ты оставляешь и животному шанс, и себе шанс, да, как бы это нормально, если ты хочешь поесть рыбу, ну, кто-то идет в магазин, а кто-то принципиально говорит, я сам себя поймаю, почему, ну, это взаимодействие, состояние, да, Да. Благодарю. Благодарю. Сознательность, потому что все то, чем мы сейчас занимаемся на всех кругах, на всех этих процессах, наверное, это и говорит о том, что мы все-таки пробуждаемся в совместном знании и делясь друг с другом, мы входим вот в это вот общее поле, и нам уже надо брать ответственность за все, что мы делаем. Наверное, так мы проявляемся. Благодарю, брат. Да, Наре.